Добрый день, уважаемые дамы и господа, меня зовут Сергей. Всем респект, кто участвует в проекте CloudMoney. Это видеообращение адресовано Андрея Бордиану. Записано оно в публичной, а не в личной форме, только потому, что оно отражает мнение общественности, с которым я солидарен. В этом видео я хотел бы затронуть один немаловажный вопрос, введение очень важного правила в проект, вот как раз о котором и просит общественность. Это правило я уже неоднократно озвучивал, однако вот до сегодняшнего момента оно так и не реализовано в проекте. Абсолютно очевидно, что это правило может быть внедрено в проект только вот сейчас на ранней стадии запуска, а лучше бы, если бы оно вообще было внедрено еще на предстарте. В дальнейшем это правило уже применять в проекте нельзя, иначе оно будет сопряжено только с дополнительными волнениями среди участников вызовет недоверие. И, в общем, неправильно это применять, правило уже по ходу развития проекта. Все правила должны быть применены на старте проекта, а тем более, если эти правила касаются каких-то ограничений. То есть это должно быть только в самом начале. Поэтому сейчас еще не поздно применить это правило, и так как об этом просят многие, я каждый день получаю на e-mail в Skype письма от участников о том, что это правило просто необходимо проекту CloudMoney. Я считаю, что его необходимо ввести и анонсировать как можно раньше. Я говорю о сумме ограничения вывода в месяц при достижении некоторой суммы и о так называемом торе. Мы считаем, что суммы в 150 тысяч рублей достаточно для любого среднего гражданина Российской Федерации, да и любого другого государства. То есть 150 тысяч рублей способны удовлетворить нужды и потребности любого человека. Поэтому мы считаем, что при достижении выплат в размере 150 тысяч рублей в месяц в проекте эту сумму необходимо ограничить. То есть человек, как только он достигает вот такой выплаты в месяц, он каждый месяц получает эту сумму, и все, она уже дальше не растет. Это по поводу первого ограничения. По поводу тора, ну тот, кто был в Витязях, знает, наверное, что такое тор. Я считаю, что вот ограничение тор, которое было введено в Витязях, очень сильно поспособствовало тому, что Витязи продержались вот тот срок, который они продержались, а не меньше, и создало масштабность этой системы. То есть приток участников, так как участники чувствовали стабильность в этой системе за счет вот как раз этого правила тор. Поэтому это правило тор обязательно необходимо применить и у нас, так как оно было уже апробировано в системе Витязи и отлично себя зарекомендовало. Как, кстати, справедливо заметил Андрей Бордиан, целью системы Клаудмания является создание такой вот внутреннего счастья внутри каждого участника и, соответственно, улыбок на их лицах. Вот это будет являться лучшей рекламой. И как мне пишут люди, как раз создание вот этого внутреннего счастья и улыбок на лицах может обеспечить только уверенность и спокойствие в завтрашнем дне, то бишь стабильность, но абсолютно не какие-то там миллионы. Объясню, почему не миллионы. Не миллионы, потому что каждый человек будет понимать, что эти миллионы достанутся только ограниченному количеству людей, а остальные останутся без гроша в кармане. То есть у человека участие в проекте, когда вот нет ограничений, сопряжено с постоянными переживаниями и волнениями. Вот это вот всех уже заколебало. То есть в любом проекте, в любом хайпе, в пирамиде наступают на одни и те же грабли. То есть обещают большие суммы. В итоге люди волнуются, потому что объективно они понимают, что может наступить момент, когда система уже не будет обеспечивать эти суммы, соответственно. Но их пугают просто эти вот значения, значения этих чисел. И это абсолютно справедливо. Люди просят сейчас о создании проекта, который будет давать уверенность. Такого проекта на данный момент нет в интернете. И именно в проекте CloudMoney они видят как раз вот эту стабильность. Вот этот проект, который может обеспечить эту стабильность. Поэтому не воспринимать их просьбы, это неправильно и нелогично. Отсюда вытекает, что люди жаждут и просят введение правил, которые обеспечат стабильность и спокойствие. Вот именно это создаст у них внутренний комфорт, ощущение счастья и как раз эти самые улыбки. Не воспринимать эти идеи, это равносильно тому, что, я не знаю, организовывать бизнес и бизнес без целевой аудитории. Подробнее об этих правилах. Ну, то, что применять подобные правила можно только на старте и вообще лучше не применять какие-то ограничения в дальнейшем. То есть просто нельзя их применять уже, когда проект разогнался. Это я уже сказал. Вот возьмем, например, МММ-систему. Там они ввели уже эти ограничения, когда там уже возникли катаклизмы в системе. И это уже видно было, что это экстренная мера. Вот не надо доводить до того, чтобы это казалось, что это экстренная мера. Эти правила должны быть введены в самом начале. Тут же возьмем положительный опыт VTZ, где был применен ТОР-10. Кстати, для тех, кто не знает, что такое ТОР-10. То есть это ограничение на максимальную сумму вывода в 10-кратном размере от суммы вложенных средств. То есть вот вы вложили какую-то сумму, например, 1 рубль. То есть вы максимум можете забрать 10 рублей. А дальше вам нужно опять по новой вкладывать средства. Ну, неважно, какую сумму вы там уже вложите. Ну вот. То есть у вас будет опять расширен лимит в 10 раз больше суммы, которую вы вложили. То есть тем самым, вводя этот ТОР, в системе создается положительная динамика. То есть люди, которые уже зарегистрированы в системе, они постоянно докладывают в систему новые средства, подпитывают его живыми деньгами. То есть стабильность системы, как мы понимаем, это также наилучшая реклама улыбки и стабильность. Вот что нам нужно. Поэтому я и люди, которые мне писали, предлагаем ввести в проект ограничение в сумму в месяц в размере 150 тысяч. То есть человек при достижении выплаты в 150 тысяч будет получать каждый месяц по 150 тысяч. Зато стабильно и постоянно. Уже не будет переживать о том, что там кому-то будут воплощены миллионы, ему ничего не достанется, или наоборот ему достанутся миллионы. Кто-то останется там дыркой в кармане, это у тех, у кого еще не пропали всякие моральные догматы. То есть не создавая вот эту напряженность в системе, потому что с напряженностью просто, ну какое может быть счастье с напряженностью? Вам сколько угодно денег. Вот представьте, подставьте вам дуло пистолета к голове, да, и положите миллион долларов перед вами на стол. У вас будет счастье от этого, вряд ли. Поэтому обязательно нужно создавать спокойствие. Наш проект должен дать людям спокойствие. Поэтому мы предлагаем вот это ограничение в 150 тысяч рублей и ТОР-20 для участников, кто не отключил ежедневные выплаты, и ТОР-30 для участников, кто отключил ежедневные выплаты. Таким образом мы будем создавать постоянную подпитку живыми деньгами в проект от уже существующих участников. По ТОРу еще раз объясню для тех, кто, ну может быть, не до конца понял, как это работает. То есть это означает, что первая категория, вот те, кто не отключили ежедневные выплаты, сумме вложенной в систему средств может получить в 20 раз больше, а те, кто отключили ежедневные выплаты, в 30 раз больше. Вот возьмем какой-нибудь пример. Например, ну, к примеру, 1000 долларов. То есть участник, который вложил эту 1000 долларов, максимум с нее может получить 20 тысяч долларов, если он не отключал ежедневные выплаты. Вот как только он получил 20 тысяч долларов за весь период, что он получал выплаты, ему необходимо внести новые живые деньги в систему. Опять для получения вот этого лимита в 20 раз. То есть он может внести уже там любую сумму, например, опять 1000 внес, и опять он 20 тысяч может получить снова за весь период. Для участников, кто отключил ежедневные выплаты, так как у них там, ну, во-первых, необходимо проявить лояльность к таким участникам, так как они проявили лояльность по отношению к системе, высказали свое доверие, да, отключив ежедневные выплаты. Поэтому для них торг, я считаю, необходимо, чтобы был с коэффициентом 30, то есть они могут получить с одной тысячи долларов 30 тысяч долларов, после чего уже им необходимо внести для продолжения участия в системе живые деньги. Ну и также для того, чтобы была общая целесообразность применения этой кнопки. Иначе если ввести одинаковый тор и там, и там, то есть участников, которые отключили и не отключили, получается бессмысленность отключения ежедневных выплат. Еще раз повторюсь, то, что торг впервые был применен в Витязях, это их ноу-хау, он успешно себя там зарекомендовал, я считаю, это было их несомненное преимущество, и мы просто обязаны воспользоваться этим преимуществом, так как наша система, как неоднократно заявлялось, принимает в себя только самые лучшие правила и опыт с остальных предыдущих систем, перенимая только самый успешный, самый лучший опыт. В данном случае это большой промок, то, что не применен тор, не применено ограничение. Как минимум, об этом должно быть анонсировано, о применении этих ограничений в самом старте проекта. То есть сейчас, еще пока не поздно, я очень прошу от лица своей инициативной группы, от лица общественности, от лица третьего сектора и от себя лично введение этих ограничений в проект. Я надеюсь, что я был услышан. С уважением, Сергей Макаренко, Третий сектор.